приветствую вас друзья сегодня у нас 12 апреля 2020 года воскресенье день космонавтики сегодня я продолжу опять отвечать на вопросы подписчиков был у меня такой вопрос от причислового и гладенко мои комментарии может какие-то там в роликах я противник установки навесного испарителя в холодильную камеру задает такой вопрос почему вы противник установки навесных испарителей я пообещал снять на эту тему ролик озвучить потому что просто отписывать комментарии писать долго так может не совсем понятно давайте пойдем посмотрим найдем там какой-нибудь холодильник советской там уже на месте тогда поговорим будем рассматривать заранее прошу прощения за не очень качественный звук петличка пришла но вот рекорда пока еще не пришел из китая придет рекордер думаю будет качественный тогда вопрос когда звуку будет меньше больше вот к видео вопросам и моим действиям ну давайте пройдем посмотрим итак где-то тут у меня был один холодильник бико значит с навесным испарителем посмотрим где-то вот если тут у нас лазит кошка наша так а вот он он ну вот он кстати сзади вид сзади что вы здесь видим мы видим вот такие вот сопли то есть это там испаритель навешан сюда выходит видите какие сопли здесь вот это все вот я во первых противник вот этих всех соплей вот видите то есть вот здесь получается вот мастер сделал впрыск сюда вот капилляр к значит вывел сюда это тут на хреновертел понимаете что здесь будет в этом месте самая низкая температура то есть порядка минус 26 минус 28 градусов здесь все будет индиветь все это будет капать печь начну туда значит в разинку вот выход из морозилки вот здесь на этой трубке будет порядка минус 20 22 градусов вот эта трубка вся будет тоже покрываться инием это будет печь плакать да вот эти вот сопли все значит вот уже и объяснил да с одной стороны по основной причины почему я все таки противник значит вот вот это всего есть не уж и делаете да но я считаю но вскройте вы аккуратно всю эту значит заднюю стенку и аккуратно заделайте туда в пену все это вот эти сопли не торчали значит внутри поставьте навеску на навеску ставить аккуратно чтобы это все как бы ну выглядела красиво вот и значит навеску необходимо я думаю ставить все-таки в самом исключительном случае если нет возможности исправить эту причину которым вы нашли эту утечку это бывает редко часть всего это бывает тогда когда внутри значит в холодильнике отдавать посмотрим там есть нет повреждения задней стенки пластика так вот давайте глянем отсюда и внутри что он себя представляет еще второй аргумент вам расскажу так вот смотрим вот здесь была автономлена навеска веку испаритель ведь вот просто мастер этот кромсал я не знает то ли он через колено переломал край вот он здесь его прям ножницами пометалов и обрезал так чтобы подогнать ну нормально нет вот здесь что-то паял подкрашивал то есть проволока как прикручено тут это все вот эти стопы тут висят это нормальный ремонт считать нет давайте заглянем под него что там значит там чего-то там наверчено непонятно это там уже вскрывал он зарезал там что-то зачем тут ведь понимаете то есть вот холодник получив по хампере если бы этого ничего не было бы я был установить до нормального состояния вот этих дырек чтобы не было все то есть корпус с похабелью этот корпус пойдет на выкид я взял у него был только рабочий значит компрессор поэтому я его вы купил за 500 рублей за капли за капрессор капец его всем поселом другой холодильник на 2 аргумент из-за кого из-за чего я считаю что по главе навеску по возможности лучше не ставить это то вот смотрите что там есть зазор под навеской видите то есть вы можете отсюда все убрать значит вот с холодильной камеры помыть его но там под навеской останется грязь и эта грязь будет давать неприятный запах значит уходить ни одна хозяйка не сможет там отвинтить да что-то там протереть сзади навески это еще второй аргумент значит против навески да не спорю сейчас буду говорить что навеска эффективнее сама навеска если расположена она конечно эффективнее дает теплодачу чем расположенная за задней стенкой за пластиком вопросов нет потому что здесь происходит конвекция с обоих сторон и с наружной стороны навески внутри поток вот их тоже хватает да у него кпд у навески будет выше но мое мнение что вот например давайте другой кухонник посмотрим вот тут вот им визит вот примеру давайте посмотрим то есть вот видите если убрать все полки вот эти все полочки все есть здесь просто можно его значит вымыть до идеального состояния сделать значит санитарную обработку дезинфицирующими средствами не будет ни запаха ничего если имеется навеска вы не сможете все это отмыть и удалить запах поэтому в старых холодильниках когда вешались навески значит всегда в холодильной камере все-таки имелся какой-то запах и устранить его было практически невозможно потому что значит вся эта грязь которая находится за нами за навесным испарителем она издает этот запах вот в принципе вот такая моя позиция по поводу навесных испарителей еще раз говорю в исключительных случаях я значит делаю навески но это в том случае допустим если вот задняя стенка но тут смотрите отстало как будто здесь если задняя стенка допустим ну лопнутая да то есть невозможно это все восстановить либо ну еще какая-то проблема что просто невозможно ставить но корпус хороший и жалко его тогда я конечно ставлю навески вот значит по поводу навески еще что хотел добавить давайте подойдем вот мы посмотрим иначе вот этот вот на котором стоял значит вот он установлен вот этот вот весной испаритель он однокомпрессорный был здесь один компрессор стоял сложность приключения у него в том что необходимо сделать соединение от морозильной камеры то есть выход из морозильной камеры соединить со входом вот туда вверх в холодильную камеру поэтому приходится либо здесь все это скрывать оболочку заднюю стенку вот либо вот как вот здесь сейчас сделают эти сопли то есть он взял его выделил к черту матери там все отрезал оставил хвосты вот можно посмотреть как там хвосты концы сюда вы вытянул чтобы не вскрывать оболочку задней вот эти вот сопли понаделал вот этот результат значит установки навесного испарителя давайте заглянем кстати в морозильную камеру посмотрим что там значит в морозильной камере мы видим вот было значит идет впрыск в морозильное отделение вот он трубку просто взял ее туда выдавил просверлил дырку увидеть просверлен дырка и снизу тут таким образом он видите от нижнего взял ее значит эту трубку она была скорее всего вот сюда вот она шла вот ухода не видите сейчас не трубки вот не хвосты по отрезал вот это нормально нету так оставлять вот этот все кошмарный просто внешний вид очень отвратительный я считаю что это ненормальный ремонт вот он вывел здесь тоже дырку просверлил просто вот извините меня ремонт на отъебись для того чтобы просто опустить до холодильник работает а как он работает насрать ему совершенно вот честно говорю вот поэтому нас перейдем опять назад тут я хотел сказать по поводу значит хвостник здесь вот одна компрессор и здесь такая сложность проще конечно устанавливать когда вот два компрессор вот как вот данном случае здесь стоит на стену какой-то в холодильнике вот здесь короче как кстати неплохие до фото и компрессора вот здесь каждый компрессор отдельно на морозильное день отдельных отдельно на холодильное день и поэтому здесь навеску делать проще повесил навеску бросил за сюда буквально одну трубку и вот с ней значит капиллярка идет туда подсоединяясь просто компрессор и все ничего там не нужно наблюдать от таких соплей как там вот но опять же это не говорит о том что нужно обязательно делать я все-таки считаю значит что навеску необходимо устанавливать только в исключительных случаях в той цели что значит во первых сделать нормальный внешний вид ну и что что сзади был нормальный внешний чтобы здесь ничего не капало не текло конденсат который вот они просто будет шума вот на его на эту трубку льда вот и чтобы внутри не было никаких запахов все-таки можно было сделать гигиену холодильника я думаю я свою позицию высказал значит в отношении но если их испарить еще расскажу я не говорю что категорически нельзя ставить я бы что ее нужно ставить в исключительных случаях если нет возможности значит вот устранить поломку другим способом иначе как установки испарителя навесного и так друзья значит немножко еще добавлю у меня есть этот холодильник стоит я его использую в принципе как шкаф атлан он дух компрессорный ведь я хотел показать пример когда значит нет возможности его восстановить до моря до нормального состояния заводского и придется его значит делать ему навеску давайте откроем как склад под всякие запчасти почек вот сейчас вот вот видите здесь уже поработал мастер вот то есть он уже дырочек тут полосилил выпускал пузырь короче он его испортил здесь он что-то пытался нагреть значит и видите волна какая здесь мы не сможем восстановить до заводского состояния поэтому здесь я его в дальнейшем если у меня дают руки я буду его как бы восстанавливать у меня здесь вот под него даже приготовлено вот он навеска вот она навеска именно под двухкомпрессорный холодильник когда непосредственно компрессор отдельно идет на холодильную камеру отдельно морозильную вы видите здесь сразу капилляр очка идет капиллярная трубка вот она значит и с трубкой здесь по существу опускается до всего одна трубочка необходимо будет сделать значит просверлить отверстие до вести себя вывести но в принципе можно конечно провести поверх в данном случае но необходимо все таки сделать хорошую термоизоляцию значит чтобы не было значит вот никаких так скажем этих плачек там не сильный конденсат не не тек потому что на выходе все-таки из испарителя будет температура близкой к нулю вот и будет естественно конденсируется влага еще раз говорю что в данном случае вот когда холодильник двухкомпрессорный ну да навеска она принципе проще делается и последствий от этого таких вот негативных меньше но когда однокомпрессорный холодильник нормально качественно навеску установить как бы не то что невозможно просто нужно очень большие такие затраты делать нужно это подходить ответственно потому что трубка вот это вот которая соединяет значит морозильное отделение с холодильным она будет индивить там просто вы ним льдом будет замерзать это ненормально ее нужно прятать тоже вскрывать поэтому я считаю нужно относиться к этому ответственно либо делать качественно холодильники либо их не делать вообще значит ну вот примерно так я думаю что я ответил на ваш вопрос теперь думаю все заканчиваем эту тему заходите на мой канал смотрите ролики подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите значит свои комментарии в отношении значит моих вот доводов здесь я в чем-то значит что-то вы считаете что я делаю не так вы со мной не согласны обязательно пишите вот мне ваше мнение тоже очень интересно потому что как бы я стараюсь тоже совершенствоваться значит в этой части надеюсь значит не только поделиться опытом своим но и почерпнуть так скажем ваш опыт ремонта в холодильниках спасибо до свидания